Для того, чтобы поставить MongoDB, зайдем на ее основной сайт, mongodb.org. Затем ее нужно будет скачать. Скачайте, вероятно, под вашу платформу. Я скачаю самую простую в Windows 32-бита. Загрузка уже началась. По окончанию загрузки разархивируйте архив в папку CMongo, или любую другую, которую вы выберете для базы данных. Единственное требование к этой папке, желательно, чтобы на пути к ней не было русских букв, а также пробелов. Итак, CMongo, mongodb, bin. Здесь находятся файлы самой базы данных. Mongo это клиент, mongod это база данных, и остальные вспомогательные файлы. Если мы сейчас запустим mongod, то у нас куча-куча всего. Смысл такой, что мы не указали необходимые параметры. Основной из которых это путь к файлам, где, собственно, данные будут храниться. Для хранения данных мы сделаем директорию DB. И укажем ее. Здесь сказано параметр DB Path. Вот так вот его указывают. mongod, DB Path, mongodb. Все. Теперь база данных запущена, и мы можем делать к ней запросы. Иногда хочется посмотреть, какие именно запросы идут в базу. Тогда запускают mongodisk ключом дополнительным минус V. И он здесь напишет запросы. Запросы к базе данных mongod осуществляются при помощи JavaScript синтаксиса. Запускаю. Mongo. Оно автоматически меня подключает к базе test. Конечно же, я могу выбрать и любую другую базу, например, mongoplay. Моя база с именем play. И затем хочу посмотреть, что в ней есть. Show collections. Пока ничего нет. Вставлю DB, users, insert. И здесь JavaScript объект name. Ilya likesmongo true. Все. Вставлю на объект коллекцию users. И я могу посмотреть, что в этой коллекции есть. А вот и сама коллекция, users. Здесь был продемонстрирован запуск и работа с базой из консоли. Конечно же, базу можно установить как сервис, так что она будет запускаться автоматически. Можно сделать конфигурацию к ней. Можно подключаться к базе из скриптов и так далее. Для того, чтобы лучше с этим познакомиться, есть документация на сайте mongodb.org. Например, можно посмотреть mongodb, Windows сервис. И тут будет куча рецептов. В этом плане Google наш друг. И я уверен, вы с ним разберетесь. А для разработки нам вполне хватит этого.